Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Сегодня мое видео будет о таком красивом растении плюмбага. Как его еще называют, это свинчатка. Это один из экзотов, которое пришло к нам из Южной Африки. Симоша, директор оранжереи, тоже пришел сказать всем привет. Он увидел, что тут идет какой-то шевележ, и он тоже пришел. Вот и решил сняться тоже видео. Если кто помнит, я 9 августа ездила в садовый центр, я выкладывала видео, когда я купила себе вот этого африканца плюмбага. Это видео, конечно, получило большой отклик по этому растению. Сегодня вот я хочу немного поговорить о нем и, конечно, ему поменять грунт. То есть, я хочу перевалить его в другой горшочек. То есть, оно мне достаточное время. Вот здесь вот просто грунт у него совсем вот топ галимый и хочется, конечно, его немного перевалить в другой горшочек. Ну, плюмбага или семчатка. Это, конечно, декоративно цветущий кустарник. Ну, хотя его можно рассматривать как и лиану, и также еще его выращивают на штампе. Тоже очень красиво и эффектно смотрится. Некрупная листва формирует такую очень густую форму и за счет этого она выглядит как бы и небрежно вроде когда и для цветения только подчеркивает романтичность вот этого растения. Потому что цветки у свинчаток очень красивый. Это одно из, наверное, из всех растений, которые имеют такой окрас. Он прям, знаете, небесно-голубой. Поэтому это растение выращивают для красоты не только в квартирах и в оранжереях, а также им украшают еще и приусаденные участки. Потому что оно очень эффектно смотрится даже с другими цветущими растениями, которые пониже. То есть оно прям издалека напоминает как кружевное такое облако. Такие цветочки у него. Я уже сказала, что у него побеги, побеги у него очень длинные вот этого растения. И вот когда он нарастит вот такую крону, да, массу и вот у него вот эти вот побеги вот эти вот она создает вот это именно. Я уже сказала, что как бы вроде и небрежность и в то же время как романтичность какая-то есть. Растение для меня, конечно, это новое. Я его, честно говоря, первый раз увидела в садовом центре и оно мне, знаете, понравилось очень сильно. И я не собираюсь как бы никого учить. Я как бы сама изучаю и благодаря моим подписчикам, которые мне пишут в комментариях свои рекомендации по уходу. Потому что у некоторых подписчиков оно уже давно это растение есть в коллекции. Благодаря моим подписчикам мне не приходится лазить в интернете, смотреть какую-то информацию. Допустим, у Инны это растение растет круглогодично на балконе. Но она, конечно, живет у нас в теплых странах. А Елена свои черенки брала в Египте и написала мне, что они очень хорошо укореняются. Людмила поделилась опытом укоренения. Так что будем укоренять свое растение после обрезки. У Ирады есть еще и красный сорт. И она посоветовала мне, чтобы рядом с другими растениями не ставить, так как у него вот эти вот цветочки, они имеют липкость. То есть я это уже заметила. Они очень липкие. И они могут прилипнуть в другие растения. А вот Элеонора, она уже 10 лет выращивает в открытом грунте и со мной поделилась своим опытом. Спасибо большое всем, хочу сказать. Мне, конечно, очень приятно, что мне пишут такие комментарии и дают мне такие советы. Я своему растению дала на адаптацию 10 дней. И сейчас хочу его переварить, добавить в новый грунт. Ну, конечно, я старый не буду убирать, я не буду травмировать корни, как и другие растения. Как я за ним собираюсь ухаживать? Ну, здесь тоже директор оранжерея тоже слушает, как я буду ухаживать за африканцем. Ну, блюмбага, конечно, светолюбивое растение. Оно предпочитает свет, солнце, но от полуденных лучей его, конечно, притенять. И, конечно же, поливается по мере пересыхания верхнего слоя почвы. То есть переливать его не нужно. Это для него губительно. Могут загнить корни. Его лучше не долить, чем перелить. В комнатных условиях плюмбага очень хорошо растет. И для него, в принципе, можно создать еще немного влажной вот этой среды. То есть оно все-таки любит влажность. Но это любые растения любят влажность. Особенно в зимний период, когда у нас включается топительный сезон, и у нас начинается проблема. Начинают сохнуть кончики листьев, сухость воздуха появляется. Для плюмбага очень немаловажным фактором является проветривание комнат. Он любит свежий воздух. И летний период предпочитает, чтобы его выносили на улицу, в сад, или на балкон, или оставить, например, у открытого окна, или у открытого балкона. Но он не выносит сквозняков. К сожалению, лето заканчивается, на улице холодно, дождь. И поэтому я свое растение буду уже сразу приучать к комнатным условиям. Удобрять, конечно же, нужно с весны по осень удобрения для цветущих растений. Ну и поливать также не холодное, а теплая водичка. Это все растения поливаются теплой водой. Вот такой универсальный грунт я купила. Тоже подсказали подписчики. Мне очень понравился грунт. Хороший грунт очень. Я уже покупаю его не первый раз. Ну, грунт, который находился в растении, в котором находилось растение, мне, конечно, вообще не нравится. Но я все-таки боюсь повредить ему корневую, потому что там все сплелось вообще корнями. Я верхнее немножко вот отряхнула. И оставлю так. Потому что растение, в принципе, оно выглядит хорошо, оно цветет, значит, ему нравится. Просто у меня здесь как раз вот где-то с палец я ему подцеплю. И что на дне этого будет достаточно. Ну, прям совсем чуть-чуть. И до весны. Весной посмотрю. Вообще, это крупное растение очень. Его и в катках выращивают. То есть оно довольно-таки крупное. Это растение я оставлю его так, как оно есть. Пусть оно у меня вот такое пышное будет. А вот с его черенков я все-таки хочу вырасти себе штамп. Мне очень понравилось. На штампе красиво, очень декоративно смотрится. Директор не ушел. Он наблюдает внимательно. Просто ушел на другой диванчик. Да, Симоша? Он следит, чтобы все правильно сделало. Я всегда рада новинкам, конечно. Я его поставила на свое место. Возле окна на него попадает солнышко. Думаю, ему будет хорошо. Добавила ему немножко новой земли. Его полью сейчас. Немножечко. Вот такой красавец. Спасибо за ваши отклики. Пишите, учите. Я очень рада с вами общаться. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok